Я думаю, что мы будем начинать, который чуть-чуть опоздает, подойдет и присоединится к нам. Сегодня очень хорошая погода, она немножко дает нам оттокнуть от этой жары, которая управляет очень. И сегодня мы хотим предложить вашему вниманию тему, которую мы назвали «Родом из Одессы». Это тема, мы расскажем о людях, известных во всем мире, которые родились в Одессе, провели свое детство и юность, а потом покинули Одессу. Либо люди, которые имеют одесский корм. И вот первое имя, которое я хочу назвать, вот портрет его, это человек, о котором его современник сказал, что этот человек на своей родине самый неизвестный человек, тоже Владимир Хавкин, Владимир Оргонович Хавкин. Он родился в Одессе в семье школьного учителя, но из-за финансовых трудностей семья очень скоро переехала в Бердянск. Да, по-моему. Владимир окончил школу и вернулся сюда, в родной город. Одессу он всегда считал родным городом. И ему удалось здесь окончить университет, поскольку брат помог ему оплатить обучение в университете. А еще будучи студентом, Владимир Хавкин серьезно занялся наукой. Он пропадал в лаборатории. Он стал одним из любимых учеников Мечников. И когда Мечникова пригласил Липпастер приехать в Париж, Мечников забрал с собой своего любимого ученика, Владимира Хавкина. Они работали над поиском возбудителей инфекционных болезней. Они разрабатывали способы борьбы с эпидемиями, таким широким, большим распространением эпидемий. И в это время в Европе начала распространяться холера. И как раз Хавкин работал над созданием вакцины против холеры. И чтобы ускорить вот эти испытания, чтобы иметь быстрее возможность уже использовать практически эту вакцину, он провел испытания, провел опыты на себе. Он вел себе вакцину, а потом специально заразил себя холерой. И он не заболел. То есть таким образом он доказал, что вакцина работает. Но тогда многие такие маститы, даже европейские ученые, они считали вакцинацию опасной, ошибочной. Они как бы не доверяли вот этому такому развитию науки. И изобретения этого деситов как-то не спешили воспользоваться им. Более прогрессивными оказались англичане. В это время в Англии как раз и вспыхнула эпидемия холеры. И англичане пригласили... Не в Англии, а в Индии. Индия была калория английская. И англичане пригласили Хавкина поехать в Индию и помочь бороться с этой эпидемией, с этим заболеванием. Он действительно приехал в Индию. В общем, это стоило очень больших трудов убедить это население вакцинироваться, получать эти прививки. Но тем не менее, распространение такой холеры, эпидемия была остановлена. Но сам Хавкин в этот первый приезд в Индию, он заразился малевией. Ему пришлось уехать в Европу, целый год он провел в Европе, лечился. Ну, а потом вновь уезжает в Индию. В Индию вспыхнула на этот раз эпидемия чумы. И вновь все повторяется. Хавкин создает вакцину, он опробует ее на себе. И она оказывается очень эффективной, помогает бороться с распространением чумы. И она была настолько эффективной и была уже признана в ученом-медицинском мире, что ее даже назвали лимфой Хавкина. Вообще, в целом, Хавкин прожил в Индии 18 лет. Он стал почутным членом многих академий наук, многих стран. Ну, а у себя на родине он оставался таким самым неизвестным человеком. Умер он в 1930 году глазами в Швейцарии. И этот день в Индии стал днем национального траура. А Бомбейская лаборатория, в которой многие годы работал Хавкин, и сейчас носит его имя Хавкина. В Бердянске памятник Хавкина. Да, здесь я даже нашла его. И такая надпись на памятнике. Он спас мир от чумы и халява. Но, к сожалению, у нас в Одессе имя Хавкина никак не искалечено. Мы надеемся, что все-таки придет к этому время. В 2005 году состоялось открытие этого груза. Я закончила этот институт при нас, этот же университет. И мы открывали его народным коллективом. Просто вы нам верили. Можно завтра и крест. Это очень приятно, что все-таки он выходит из неизвестности. Так, сейчас сюжет, который, я думаю, может быть для кого-то окажется неожиданным. Как-то неудивительно родился самый французский певец. Он был в 1922 веке не в Париже, а в Круане, а в Нью-Йорке, в Бронксе. А его родной язык английский, французский, ничего осваивал уже в вполне сознательном возрасте. Будучи воспитанником элитной школы институт в Эрусах в Швейцарии. А вот его деду Джонда Сена родился в Украине. Дед по материнской линии из Галиции, а дед по отцовской линии в Одессе. Более того, благодаря Одессе, в принципе, появилась фамилия Досен. По их семейной легенде, о которой в интервью как-то рассказывал сын Досена, их дед, ювировавший в США из Одессы, неверно понял вопрос пограничника в порту Нью-Йорк. Пограничник спрашивал его фамилию, а дед показал, что офицер интересовался, откуда он прибыл. Он ответил, что Одесса, американский пограничник, не расслышал и записал фамилию Досена. Израиль Рухомовский, автор богатёв уникальных ювелирных выродей. Сосвитно прославился, как автор Тиары и Сайка Фея. В 1892 году Рухомовский приехал до Одессе. Его майстерня была така мала, что навіть не мала выписки. Рухомовский спорил чимало цікавых и уникальных ювелирных выродей. Одним из замокников Рухомовского были купцы, братья Блокмани. В 1895 году они замокли у него античную Тиару. А потом выдали и за работу майстри в черноморскому античного брестского міста Ольбии. Яку тизер были выбрана скифскому царевому сайту ФР. В 1896 году Тиару перед виглядом оригиналу продали Лувр за 200 тысяч франктов. Або 50 тысяч рублей. Но Рухомовскому купцы далеки только 1800 рублей. Работа была сделана настолько майстерна, что все новинные выписки, в частности, директор Лувру, керевник видеологического мистецства, выяснили выиграл оригиналом. В 1903 году Израил Рухомовский нарешті дизнався про аферу и заявил, что на самом деле он и автор Тиари. Ему не поверили. Рухомовский прибыл и приезжал, и смог легко доказать, что он и автор. Он показал кресление и сделал иконечную копию частины Тиари. На прокате назвали репья организатори аферы. Израил Рухомовский про брати в Кокмане скромно промовчал. Потерпин побернулся в Адесу. Тоже долгих брак пошли на отримание статуса куктеатра и телегири. Однако зебраты потребну сумму, мен так и не зминят. Все еще зебрат на силу покрыла вартисть квотких. Для него и его семьи в Париж. Первый час он работал в Лувре-реставраторе. Остальные роки Израил Рухомовский провел в Париже, где использовал работы для замужных парижан начальник барона Ролашильда. Помер он во Франции в 1934 году. Дети Рухомовского тоже стали известными ювелирами и художниками. В 2014 году в Одессе была открыта Марианна Дашка Израилю Рухомовского. Вона остановлена на фасаде будилки на улице Осипова 6. Раніше улица Ромесерна. У цьому будилку в квартире номер 2 знаменитый ювелир сприв всесвитню ведомую золотую тиару скидского царя Сейкофуэрна. Автор дожки – скульптор Олександр Князьев. Будь ласка, видео. 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 Сегодня одесситам напомнили о выдающемся соотечественнике. Автору Тиаро Сейкоферна, известному ювелиру и граверу Израилю Рухомовскому, установленному реальную доску о великой подделке и одесском таланте. Репортаж Саши Кац. На Осипова 6, возле дома, где живут ловим Израил Рухомовский, небольшое скопление людей. В душевной обстановке открывают мемориальную доску творцу, талантом которого в конце 19 века восхищался весь Париж. Идея создания такого памятника принадлежит одессому и следователю Александру Гулу, автору книги «Тайна Золотой Тиары». У Анны Андреевны Ахматовой есть прекрасный шестик «Голос». И там есть следующие строки. «Там впереди не могила, а таинственная лестница у звёта». Взлёт Рухомовского, понятно, вот это мемориальное место. Именно в Одессе Израил Рухомовский создал свою скандально известную работу «Тиара Сайтофена». Эту золотую «Тиару» античного скифского царя он изготовил по заказу торговцев антиквариатом Гохманов. Они же, будь ловим за оригинал, продали в Лувр. Копия была сделана настолько хорошо, что директор Лувра и ряд французских учёных признали её подлинной. А когда поняли, что это подделка, то не смогли привлечь Рухомовского к ответственности, ведь Тиару продавал не он сам. Более того, одесского мастера наградили золотой медалью салона декоративных искусств. «Уже в очередной раз я не перестану удивляться, как в Одессе рождаются такие люди, вот как, например, Рухомовского». На открытие мемориальной доски Израилю Рухомовску пришли представители нескольких поколений. В Управление охраны объектов культурного наследия надеются, что одесские мастера и легенды будут и дальше вдохновлять творческих людей. «Вот здесь присутствует молодёжь. Чтобы у нас в Одессе были и скульпторы, и этнопрошные искусства беды, и, в общем, ребята, которым интересует нас охрана памятниковой истории и культуры». Саша Гац, Дмитрий Бану. Стивен Спилберг, человек, благодаря которому формировался современный кинематограф, тоже имеет гормон Украины. «Найтограф...» Добро пожаловать в Патеринцовское время. «Говорят, у вас не умирает никто в этот фильм!» «Ваш зовут Астрахимия». «Эпо бабушка и дедушка в Патеринцовской линии родом Метстанин Спадровского, а бабушка и дедушка в Патеринцовской линии тоже одесситы. Везде в географии режиссёра указано, что Одессу и его бревки покинули в первом десятилетии 20-го века. Спилдрек не раз признавался в интервью в своей любви в Украине. В 2006 году он даже был в Киеве. И по его собственным словам, первой фразой, которую он произнёс, статья «Страфа самолёта» была «Наконец-то я дома». Известно ли вам имя Борис Лисоневич? Этого человека называют второй достопримечательностью Непала после Эвереста. И действительно, Борис Лисоневич для Непала сделал столько же, сколько Колумб сделал для Америки. То есть, он открыл Непал для всего мира. Но, опять-таки, к сожалению, сами одесситы не так часто вспоминают о своём знаменитом «Земляки». Русская Настежка в правильный баллон более двух с половиной столетий. За свою историю она не раз оказывалась на краю пропусков. В середине 20-го века всесильный принял министр Тарану, он не захватил Непальский трог. Но в дело вмешался русский танцовщик по имени Борис Лисоневич. Именно он помог законному королю Крикуману избежать изгнания и сохранить свою власть. Теперь это русское имя Борис знает и с почтением произносит каждый небабец. Две назад это стало хорошо известно. Агата Кристи назвала Лисоневича главным авантюристом 20-го века. Английская королева своим лучшим русско-британским опытом. Журнал «Лайф» писал, что Лисоневич – вторая после Эвереста достопримечательность Непала. Кто же был этот странный русский, ставший легендой далекой восточной страны? И как удалось ему открыть для всего мира ворота в Непал? Борис Лисоневич родился в Одессе в 1905 году в родовой усадьбе, которая была расположена на Большом Фонтане. Сейчас это улица Академическая. Революция разрушила привычную жизнь многих семей, разрушила семьи, рассеяла их помилу. Это же случилось и с семьей Лисоневича. Еще до революции он здесь, в Одессе, учился в хореографической школе. Когда ему пришлось эмигрировать, он довольно скоро стал известным балетным танцором. Выступал на лучших сценах мира. А когда ему исполнилось 24 года, в этот год его принял в свою балетную труппу знаменитый Сергей Дягилев. Но у Лисоневича с юности, может быть с рождения, был такой вот авантюрный характер, который тянул его не к искусству, а к приключениям. И вот однажды, попав на Восток, он практически на всю жизнь там остался. Он объездил многие страны Востока. Вот вся атмосфера, с которой он там встречался, она была такая сказочная, такая фантастическая, такая не похожая на европейскую. Долгое время он жил в Калькутте. Вообще обожал по своему характеру, обожал экстрим. Например, популярная в то время в Индии охота на тигров стала для него такой настоящей страстью. Ну, доходят до нас такие записи, что его трофеями стали почти 70 тигров и даже, по слухам, белый леопард. Ну, с одной стороны, это, конечно, не делает ему чести, но что было, то было, как говорится. Но Борис все чаще мечтал о Непале. Это была страна, королевство, которое было полностью закрыто от внешнего армина. И так сложились обстоятельства, что он познакомился с королем Непала. И не просто познакомился, а вскоре даже и подружился. И вот это послужило причиной того, что он и поспособствовал его переезду в Непал. В этой маленькой горной стране было все необычное для европейцев. И уклад жизни, и люди, и традиции, и вот такая вот изолированность этой страны вообще от мира. И, конечно, природа. Природа потрясающей вообще красоты. Вот с первого раза, как он попал в Непал, он сразу понял, что вот здесь он останется. Вот это место станет его домом. И он до того, он объездил уже многие страны, он попал в Непал, он понял, что у этой страны большие туристические возможности. И он решил открыть вот таким путем через туризм открыть Непал для всего мира. Он арендовал старинный дворец и решил открыть в нем отель, который мог бы принимать европейских туристов. Вообще, это было такое тоже авантюрное предприятие, авантюрный замысел, потому что в Катмандуру, в столице Непала, не было в то время керосина, не было газа, не было электричества. Действовал очень строгий комендантский час. Продукты, все поначалу продукты, которыми можно было кормить европейских туристов, нужно было завозить из-за границы. Но, позже, часть таких продуктов, которые были необычны для Непала, но были привычны для европейцев, уже стали выращивать прямо на территории отеля. Это самая обычная морковь, шпинат, клубника, то, чем можно было угостить европейцам. Позже пришлось открыть свою пекарню, выпекать хлеб. Конечно же, нужно было обучать персоналу, в буквальном смысле созов, там, учить носить обувь или учить мыть руки. Вот такая масса проблем. Но Лисаневичу удалось преодолеть все эти проблемы, и в августе 1954 года в Катманду был открыт рояль-хотель. Благодаря, вообще, связям своей дружбе и с королем, ему удалось убедить короля не только выдать, впервые за 200 лет, выдать разрешение на въезд первых туристов, но он также уговорил его высочество принять вот этих первых гостей в своем королевском дворце. Вот так, благодаря одесситу Борису Лисаневичу, Непал был открыт для международного туризма. Чуть позже он открыл еще один ресторан, где завел правила. Бесплатно он кормил и поил всех, кто когда-либо совершил восхождение на Эверест. Вообще, Лисаневич еще при жизни стал человеком-легендой. Он был вообще неистовым фантазером, но он умел воплощать в жизнь свои вот такие вот, казалось бы, фантазии. И при этом он никогда не перекладывал ответственность на кого-то другого. Умер он в 1985 году и похоронен на кладбище английского посольства в Катману. Ну а на родине до еще недавнего времени о нем практически ничего не знали. Первые известия о Лисаневиче в Одессе появились через одесских альпинистов, которые там побывали. Ну а не так давно, несколько лет назад, на русский язык была переведена книга, она стала доступна, чтобы ознакомиться с ней, книга французского автора Мишеля Писсель, которая называется «Тигр на завтрак». Она полностью рассказывает о жизни Бориса Лисаневича, этого удивительного просто человека. И, конечно же, я думаю, что хотелось бы, чтобы память о нем как-то была и в Одессе увековечена, можно сказать. Потому что о нем, а вообще эту фамилию и о нем далеко не все одесситы знают, и далеко не все одесситы знакомы с этой фамилией. У вас не дается видеть этот момент? Нет, к сожалению. Так, вот здесь хочу показать вот памятник, который дан на кармануне. И вот здесь вот эта могила на кладбище, которая видит похоронен на 7 ночи. Фамилия Силвестра Столуина, вроде бы, не оставляет сомнений в итальянском происхождении звезды двоевиков. Но так ли все просто в генеалогии Роккира? Сицелеец Силвестра Столуина по отцу, а по материнской линии он потомок одесситов, по мамилии Римовича. Ее бабушка Роза объехала в США в 1888 году. Мать Столуина Жакли несколько раз была в Одессе, общалась с родственниками. Вообще впервые она приехала в турцию и предков сразу, как только это стало возможным, в конце 80-х. Выводим даже на совместные Михаила Горбачкова. Силвестра Столуина 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 Разгорнув властное автомобильное выродство. Але заработать товар – это еще не все. Его треба продать. Силвестра Столуина 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 Силвестра Столуина Разробив грандиозную систему рекламы. На ней он никогда не штатував гроши. Наприклад, 1929-го року Побудував салон-магазин З гигантскую скляною витриною, На яку пішло 19 тонн склад. Він рекламовав на дву модели автомобиля За півроку до нього появи у продажу, Ще був ажиотаж, И всі чекали на цю модель. Докомотив батьків через сердца дитей. Він выпускав игрушки в екопии Силвестра. Багато его рекламных прийомов Використовується досі. Апофеозом грандиозной реклами Стала Ейхелева вежа. На всю висоту вежи Святилися копи його прізвища. Повнався трен у 1935-му році Від виразних шлунках. Його внесок у розвиток автомобиля Будування настільки значний, що консерв досі носить його булим'я. Хоча він продав 60% акції Своїй компанії, Контрольний пакет фірми Мишлен. Можливо відбувається до економі. Одна із найбільших Нобелівських Кінець Леонида Був малообразованним євреєм. Кінець Леонід Кінець Леонід Кінець Леонід Відбувається до Кінець Леонід Кінець Леонід Відбувається до Кінець Леонід Кінець Леонід Кінець Леонід Кінець Леонід Міноць Леонід Кінець Леонід Відбувається до Кінець Леонід Умер він в Англии, в Оксфорде. В Одеському художествному музію храниться несколько работ Леонід Кінець Леонід Кінець Леонід Відбувається На улиці Базарни Меморіальна доска На її відбування из Англии приезжала внучка художника, дочь его, дочери Лидии. И вот, то есть, она хотя бы побывала здесь, в Одессе. Ну и, так как вот такое художественное у нас, часть пошла, то еще хотим предложить вам вот такое небольшое Василий. Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон.